Они покоряли своей физической формы. Фамилия моя Зароков, зовут Михаил Александрович. Обезоруживали интеллектом. Пихарь, это не очень громкий псевдоним. Может быть лучше ветер. И к тому же были просто красивыми мужчинами. Как это у Пушкина было? Айда Пушкин, Айда Сукин сын, Айда Штирлец. Зрители не сомневались. Если в стране и есть идеальный герой, то это разведчик. Но поскольку с настоящими бойцами невидимого фронта были знакомы немногие, приходилось заочно влюбляться в киноразведчика. За нашу победу. Но времена менялись. И каждой эпохе полагался свой рыцарь без страха и упрека. Добрый, сказочный принц Павел Кадочника. У него невозможно не влюбиться, и ему невозможно не подражать. Лихой спецагент Вадим Берой. Я не думала, что он, во-первых, такой ловкий. Ну, вообще, так может. Неприметный чекист Станислав Любшин. Такой, со стертым голосом, неяркий, не сильно прыгающе-бегающе-стреляющий. Суровый шпион Георгий Жан. За его умением говорить, реагировать, молчать. Была глубина. И романтичный молчун Вячеслав Тихонов. Это грандиозный молчальник. Лучший в мире. Почему один и тот же герой получился у этих актеров таким разным? И какие провалы в их собственной жизни не смог бы предотвратить даже непобедимый ас из советской разведки? Как разведчик разведчику скажу вам, мне нравится ваше хладнокровие. Понимаете, что проиграли и готовы платить. За мысль, которую вы мне подали, Штюбинг, я готов заплатить сколько угодно. 19 сентября 1947 года. В кинотеатрах премьера. На экранах первый советский киноразведчик. Я ее смотрел 13 раз. Потому что это было... Самое важное было остаться в кинотеатре, спрятаться за шторы, за куда-нибудь остаться еще раз, посмотреть и испытать. Исполнитель главной роли, актер Павел Кадочников, уже в день премьеры стал кумиром и примером для подражания. Ты видишь, я ухожу и прихожу, как любой фронтарик. Который никогда не пишет писем, не оставляет номер полевой почты и иногда даже не прощается, когда уезжает. Красивый, скромный, интеллигентный. Таким первоэкранный разведчик новой эпохи стал почти случайно. Режиссер картины Борис Барнетт искал для этой роли совсем другой характер. И другого актера. Было сомнение по поводу Павла Кадочникова. Вообще, хотели же Добронравова, Крючкова, то есть лица, вот эти вырубленные из скалы лица. Кадочников был интеллигент. Он был интеллигентного вида. И это была абсолютная ломка стереотипа советского разведчика. По легенде, Павла Кадочникова на роль разведчика Алексея Федотова назначили на самом верху, в МГБ. Вопускник ленинградского техникума, уже сыгравший в Иване Грозном и Робинзоне Крузо, обладатель правильной родословной и, безусловно, эффектной внешности. Именно такой актер, по мнению начальства, должен был стать олицетворением советского разведчика. Это ощущение такой полной свободы, благородного человека. Именно такой должен быть разведчик, который всех обманывает, которому верит. За нашу победу. Кадочникову предстояло стать нашим ответом голливудским шпионом. Вместо холодного расчета – молодецкая уголь. Вместо любовных похождений – семейные ценности. И главная проверка на прочность – загранкомандировка. Каждое твое сообщение о ставке будет представлять для нашего командования неоценимое значение. Образ врага тоже пришлось приблизить к народному эпосу. Немецкий офицер в фильме – почти Каще бессмертный, однозначно злой и не очень умный. Он был тем самым классическим тупым фрицем, которого так любили показывать в пропагандистском советском кинематографе. Да, это на определенном этапе было необходимо. Скажу вам, что вы болван, Штюбинг. Фильм был снят и смонтирован. И его создателям тут же пришлось вступить в незримый бой со строгим начальством. Его чуть было не положили на полку. Мол, слишком много секретов раскрыл фильм о советской разведке. А потом кто-то из начальства сказал, да там нет ни слова, что было в жизни. Это все лажа. Однако совсем скоро о сомнительном отзыве забыли. Картину оценил кинозритель номер один – Иосиф Сталин. Исполнителю главной роли Павлу Кадочникову вождь присудил не только премию имени себя, но и титул главного разведчика страны. Якобы Сталин в разговоре сказал, что вы лучший разведчик. Кадочников попросил справку о том, что он лучший разведчик. Сталин якобы промолчал. Потом через несколько дней ему пришла справка, что ему присваивается звание майора вооруженных сил за подписью Сталина и Ворошилова. Кроме этого титула, актер получил и негласное звание главного народного любимца эпохи. Кадочникову без преувеличения подражали все мальчишки страны. Да и это все можно упрекать, это все сказка-казка. Вот я вам говорю, на меня, на отрок, это имело волшебное значение абсолютно. Я хотел быть таким. У вас продается славянский шкаф? Шкаф продан. Фильм буквально выучили наизусть. В каждом дворе повторяли кинопароль про славянский шкаф и аристократическое ругательство. Вы болван, Штюбенг. Эта картина оставила свой след, конечно, в истории кино. Ну и в истории, конечно, я думаю, разведшколы тоже. Жизнь редко похожа на сказку, даже если ты воплотил ее для миллионов советских зрителей. Иногда за славу приходится расплачиваться самым дорогим, в том числе и жизнью. Именно так произошло со следующим советским экранным разведчиком. Бесстрашным майором-вихрем. 1967 год. Союз Советских Социалистических Республик масштабно празднует 50-летие своего создания. Отдельная задача поставлена органом госбезопасности. Ведь у ведомства тоже юбилей. Еще не наступил брежневский застой, и еще не закончилась оттепель хрущевская. Поэтому тут было гораздо больше у авторов возможностей для показа с неоднозначного героя. На роль нового тайного героя страны избрали задумчивого красавца с карими глазами и непослушной челкой – Вадима Бероева. Вихрь – это не очень громкий псевдоним. Может быть, лучше ветер? Ветер уже есть. Вихрь – настоящий позывной разведчика Алексея Батяна, отправленного со спецзаданием в Польшу. Туда же был заброшен «Голос» – капитан Евгений Березняк. Именно их истории вычитал в архиве КГБ писатель Юлиан Семенов и положил в основу сценария будущего кинохита. Вот из всех фильмов о разведке майор Вихрь, он буквально рассказывает о том, что произошло в жизни. Это рассказ о деятельности разведгруппы Евгения Березняка, заброшенного, значит, подкрадков, арестованного, сбежавшего и сумевшего там создать разведгруппу и предотвратившего взрыв Кракова. До нас кто-нибудь был там? Да. Сколько групп? И? Но был и еще один герой, без которого Вихрь не стал бы любимцем публики. На Западе с триумфом запущена Бондиана. И наш киноразведчик должен дать достойный ответ голливудскому агенту 007. Майор Вихрь, он ближе к западному образу. Он уже ближе к шпиону, чем к разведчику. Вадим Бероев идеально подходил на роли разведчика нового образа. Гордый профиль, аристократическая стать и молчаливая загадочность. Таким будет Вихрь. Майор Вихрь. Вадима вообще все любили и все влюблялись, можно сказать, что белями. Вадима, поскольку он был такой, как артист и как человек, несколько непроницаемый. А это всегда моментально интригует именно слабый пол. Это ищут меня. Я так понимаю, что у каждого такое желание появляется расколоть этот орех. Да, но он был действительно несколько такой замкнутый, как человек. И это видно и в кино тоже. А в кино такой образ всегда привлекателен. Расколоть этот крепкий орешек пытаются и поклонницы, и вражеские спецслужбы. Но майор Вихрь мастерски уходит от любого преследователя. Я не думала, что он, во-первых, такой ловкий. Вообще так может. Во всяком случае, это было довольно одним планом снято. Теперь советский разведчик – настоящий спецагент. Он лихо дерется и метко стреляет. Всем сидеть тихо. Эффектно предается вредным привычкам. Глядь на вас, собьешься. Ухаживает за дамами. И даже играет в азартные игры. И в морской бой. Ж-2. Убила. То, что наших разведчиков начали одевать так, как одевались на Западе, то, что их учили держать манеры так, как это делали на Западе, для советского зрителя это был такой маленький глоточек свободы. Майор Вихрь был идеален. Актер Вадим Бероев тоже был почти безупречен. Правда, одна слабость у него все же была. Он страдал тяжелейшим недугом русских артистов, склонностью к алкоголю. Из склонности в пагубную страсть спиртное превратилось как раз на съемках майора Вихря. Финальную сцену в снегу снимали целый день. И актер снова и снова красиво умирал на крупном плане. Щегольское пальто и ботиночки на тонкой подошве сделали свое дело. Бероев подхватил воспаление легких. Лечился по старинке. И я помню, как ему и в буфете наливали чайную чашку, коньячок, прямо выходом. Коллеги настойчиво советовали завязать, но тщетно. Первой не выдержала жена, актриса Эльвира Бруновская. К тому времени это уже все разваливалось, честно говоря. Здоровье тоже оставляло желать лучшего. Ему отбили печень, потому что тогда не было каких-то приспособлений. Ему просто железом закрыли его и лупили. Вадим Бероев не дожил всего несколько дней до Нового года. Из собственного 36-летия. После выхода на экраны майора Вихря минуло всего 5 лет. А реальные прототипы экранного разведчика проживут словно из-за себя, из-за актера. Евгений Березняк до 99, Алексей Батян до 103 лет. Товарищ майор, я вас прошу задержаться. Майор Вихрь так и останется самым лихим, ловким и авантюрным киношным разведчиком. Впрочем, слишком схематичным. Но уже скоро на советские экраны придут искренность и человечность. А вместе с ними новый герой. Капитан Белов из фильма «Щит и меч». Эту кадровую перестановку поначалу никто не заметил. В 1968-м куратором культуры в КГБ стал человек по имени Семен Цвигун. Как сказали бы сегодня, генеральный продюсер всех последующих фильмов о разведке. Надо было оберегать их от вмешательства каких-то бюрократов. Надо было обеспечивать материальную базу, выбивать деньги и так далее. То есть роль была очень большая. Почти безграничные полномочия и огромный бюджет в Комитете выделят под единственную задачу – снять самый человечный фильм о советском разведчике. Человек, имеющий право на ошибку, человек с обычными человеческими чертами. Проблемы начались на кастинге. Популярных красавцев отмели сразу. Нужен актер заурядной внешности и заурядной судьбы. Но будущая звезда фильма «Щит и меч» в конце концов опровергнет и то, и другое. Нужен и Аган Вайс. Не нужен и еще долго будет не нужен Александр Белов. Новый герой родился под звуки нового гимна разведки. Негромкого, задумчивого. «С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, С хороших и верных товарищей». Живущий в соседнем дворе. Увидеть такой типаж в роли очередного экранного разведчика Зрители никак не ожидали. Говорят, что он какой-то неправильный, Он неброский, он неяркий. В Комитете госбезопасности с этим тезисом не согласились. И сказали, что именно таким и должен быть разведчик. Должен быть с незапоминающимся лицом. Он должен быть неузнаваемым в толпе. Так на главную роль был окончательно утвержден актер Станислав Любшин. А больше вы мне ничего не хотите сказать? Хочу, но не скажу. Не могу, не имею права. Такой со стертым голосом, Неяркий, не сильно прыгающий, бегающий, стреляющий. И даже не очень похожий на такого, способного это делать. Экранизировать историю советского диверсанта доверили человеку, который прошел войну. И мог добавить в сценарий личные наблюдения Владимиру Басову. Собственный опыт общения с немцами заставил режиссера отказаться от лакированного образа врага. И впервые в советском кино сделать противника сложным и живым. Там появляются впервые люди, живые персонажи, которые становятся или случайно, или оступившись. Но их по-человечески очень понимаешь. Даже людей, которые затягивают в эти грязные разведывательные игры, затягивают помимо их воли. Им сочувствуешь, им сопереживаешь. Один из немецких офицеров даже стал другом главного героя и за временем советским шпионом. Актера на эту роль Басов нашел случайно. В кафе. В профиль. Вылитый немец. Оказалось, никому неизвестный актер из Саратова. Вся Рига узнает сегодня какой ты человек, Иоганн. Я тебя прошу, Генрих, о нашей рыбалке никому. Ты спас мне жизнь. Над новичком по имени Олег Янковский взял шефство исполнитель главной роли. Он уже был известным актером, а я только начинал. И как-то он меня так аккуратно, нежно как-то вел по всей картине. Советские зрители впервые переживали за чужих, как за наших. И поголовно смахивали слезы то от истории насильно завербованных глухонемых немцев, то от трагедии оголтелой нацистки. Неумелых убивают в первую очередь. А мне таких не жалко. Никогда. Всем и смертно, Фрой. Главный герой на этом фоне даже едва ли был самым заметным персонажем. Просто одним из многих. Станислав Любшина сам долго не видел в своей внешности ничего героического. Поэтому после школы пошел работать сварщиком. Он и на заводе поработал, и в деревне родился и жил. И в общем он прошел такое абсолютно вот очень советское, простецкое, которое однако непростое совсем детство. Но в нем какой-то аристократизм врожденный был. Рассказывают, что прямо за рабочим станком Любшин и написал письмо, которое определит его жизнь. Я б в разведчики пошел. Пусть меня научат. На Лубянке послание юноши получили. Но в чекиста не взяли. Пришлось стать артистом. Вам пришло письмо. Вы получили? Нет. Можете взять, оно лежит в штабе. Благодарю вас. Не стреляет, не дерется, не соблазняет женщин и мало говорит. Только внимательно смотрит и красиво сомневается. Даже создатели картины не могли предположить, что такой герой влюбит в себя миллионы. У него есть некая такая загадочность. Он все время погружен в себя как-то. Это человек, который вот с богатым духовным миром. Возможно, именно нейтральная внешность и готовность меняться определят творческую судьбу актера. Счет киноролей Станислава Лепшина уже пошел на восьмой десяток. И образ разведчика Белова среди них отнюдь не главный. Знаете, мне кажется, что Лепшину повезло. Он не стал заложником образа. И он сыграл огромное количество очень разных ролей, очень разных. И он не идентифицируется только с одним персонажем, как не повезло Вячеславу Тихну. Загадочным и немногословным, как настоящий разведчик, Лепшин останется во всех своих интервью и на редких встречах со зрителями. Лишь однажды его имя попадет в заголовки желтой прессы. Примерный семьянин влюбится в женщину на 40 лет моложе. И на старости лет отправится в ЗАГС. Но и здесь, кажется, сплетникам нечем поживиться. Мне очень нравится его семья. Вот он и Ира. Два чудесных, красивых человека в каких-то остроумных, нетривиальных, очень каких-то интересных отношениях, трогательных. А роль главного киноразведчика страны Станислав Люкшин незаметно уступит всего через несколько месяцев после выхода картины. На экраны ворвется совершенно другой герой. Михаил Тульев из «Ошибки резидента». 1968 год. С момента окончания Великой Отечественной прошло уже почти четверть века. А советское кино по-прежнему рассказывает о войне. Пора уже показать зрителям, что наша разведка идет в ногу со временем. Мы впервые говорим о том, что есть шпионаж. Мы впервые говорим о том, что есть технические средства. Мы впервые говорим о том, что может применяться насилие. Враг – это теперь не только немец, но и скучающий в изгнании русский граф. Там началась холодная война. И совершенно сменилась тематика. Стали снимать фильмы уже антиамериканские. Было снято там несколько десятков этих фильмов. Больше позволено не только киношным разведчикам, но и тем, кто их сыграл. Неслыханно. Новым героем для фильма «Ошибка резидента» выбран бывший заключенный. Актер Георгий Жжонов никак не ожидал такой перемены в своей судьбе. Фамилия моя Зароков. Зовут Михаил Александрович. Приехал я из Ростова. Вы сдали мне комнату и все. Вместо положительного героя – иностранный шпион, обманщик и сын русского аристократа. Это точно какая-то ошибка, признаются авторы фильма прямо в названии. Сколько негатива несет в себе слово «резидент». Он же даже хуже, чем шпион, он резидент. Это у нас разведчики, а там резиденты. Вторую ошибку заметили только представленные к киногруппе люди в штатском. Но вовремя. Сейчас я буду называть цифры, а вы в любом случае, даже когда я буду называть задуманную, должны отвечать «нет». Ясно? Ясно. Валяйте. Задействованный в фильме «Детектор лжи» сам не прошел проверку на правдивость. КГБшкин сказал, что это неправда, что такого детектора лжи не бывает. Аппарат пришлось срочно заменить. Слубянки выслали настоящий. Ведь среди зрителей будут и западные коллеги. Нужно соответствовать. Фильм получил столь достоверным, что его использовали как учебное пособие для сотрудников госбезопасности. Его просто на нем учили, как нужно работать. Третья ошибка едва не стала роковой. На съемочную площадку чуть ли не проник настоящий британский тайный агент. Ну, мне рассказывали. Говорят, был шпион. Вражеский разведчик маскировался под водителя. Это было прекрасно. Поймать в съемочной группе настоящего британского шпиона лучшей рекламой фильму не придумаешь. Четвертой ошибки быть не должно. Теперь люди в штатском будут контролировать каждый кадр и каждый шаг. Да, там были какие-то люди очень серьезные в костюмах. Да, это правда. Это правда. Когда к одному из актеров напросились на интервью иностранные журналисты, у съемочной площадки практически выставили оцепление. Одну очень съемочную группу так не пустили на съемочную площадку. Я интервью давал отдельно там за забором. За наших в ошибке «Резидента» играл актер со сложной репутацией. Михаила Ножкина незадолго до съемок уволили из театра за диссидентские песни. А тут вдруг попросили исполнить их в кадре. Я в весеннем лесу пил березовый сок. С ненаглядной пивуньей в стогу ночевал. Изумительно. Она уже тогда произвела впечатление для меня сразу же очень сильное, мощное. Во-первых, он красиво поет. Во-вторых, она с огромным смыслом. Закадровые посиделки с гитарой часто перерастали в застолья. А однажды даже в шашлыки на природе. Они-то в конце концов и примирили свободолюбивых актеров и их строгих надзирателей. Мы снимали что-то, какой-то эпизод под Москвой, на какой-то даче чекистов. Значит, где было понятно, что вот мы все уже одна команда. Весь съемочный день готовят шашлыки. А потом их ели. Было безумно вкусно. Мне это очень понравилось. Только один актер не участвовал в этих посиделках. Полезных знакомств не заводил. В беседы не вступал. Жизненный опыт. Роман, тысяча людей, а ты один? Всем чужой? Теперь совсем один. Он был человек закрытый. Очень закрытый. Внутренне жесткий. Оскорбленный, безусловно. И не будучи академическим красавцем, он был человеком воплощенной мужественности. Исполнитель главной роли Георгий Жонов в тюрьме уже бывал. Правда, без кинокамер, без грима и без права на переписку. Он трагическая фигура. Он помнил все. Тридцатью годами ранее молодой артист ехал в Москву со съемок в Комсомольске-на-Амуре. На поезде. Случайный разговор со случайным попутчиком. Бытовая история. Но на дворе 38-й год. Он там поговорил несколько раз с американцем в поезде, в театре, а потом к нему домой поехал. Но тут не говорят, кто этот американец. Это военный атташе, главный резидент американской разведки в Советском Союзе. Жанова приговорили к 17 годам лагерей. За те годы, которые он провел в лагерях, он настолько видел и изучил НКВДшников, что одна из главных черт артиста – это умение наблюдать. Вряд ли актер мог предположить, что спустя три десятилетия эти наблюдения пригодятся ему в работе над ролью разведчика. Он сказал мне потрясающую фразу. Боря сказал мне, я не артист. Я могу играть только себя. Различие было только в одном. Киношный Тульев в конце концов признает свои ошибки и перейдет на сторону чекистов. Реальный Жанов все, что он сделал в жизни, ошибкой не считал. Когда ему вручали премию КГБ, он сказал, что если вы меня в следующий раз посадите, то я надеюсь, что за этот фильм не дадут комфортабельную камеру. Более сильного и мужественного разведчика, чем Георгий Жанов, страна еще не видела. Новый герой придет ровно через пять лет. И останется главным уже навсегда. Вроде бы все это было и раньше. И писатель Юлиан Семенов уже писал сценарий фильма о разведке. Товарищ майор, на вас прошу задержаться. И режиссер Татьяна Леознова уже снимала фильм о войне. Может, получится. Может, получится в первом приближении. И актер Вячеслав Тихонов уже становился предметом девичьих грез. Геноват, этот разговор мы в другом месте доведем до конца. А на бале надо танцевать. И даже его напарница, Элеонора Шашкова, уже играла жену разведчика. Что вы в воскресенье делаете? Еще не придумала, а что? И все же никогда прежде советская шпионская эпопея еще не поднималась на такую высоту. Фильм «17 мгновений весны» займет пьедестал в августе 1973-го. И изменит судьбу всех, без исключения причастных к этому шедевру. Главное создатели объяснили уже в первом кадре. На экран вышел самый лирический из всех героев-разведчиков. Четыре с лишним минуты безмолвной тоски по родине. И лишь на пятый Штирлиц неуверенно заговорит. Пожалуй, пора. Следующие 840 минут экранного времени все главное в фильме так и будет говориться одними взглядами. Тихонов – это лидер молчальников. Это грандиозный молчальник. Лучший в мире. Зрители разглядели в этом молчании почти все предыдущие работы актера. И интеллигентного учителя, и печального аристократа из русской классики. Вот откуда в главном советском разведчике столько романтики. Как это у Пушкина было? Айда Пушкина, Айда сукин сын, Айда Штирлиц. Штирлиц романтик, значит, там, картошку в камине готовит себе на 23 февраля. И песни какие-то красноармейские в голове прокручивает. Но самой романтической сцены не только фильма, но и всего советского кинематографа однозначно признают свидание Штирлица с женой. В реальности никакой жены на съемках эпизода не планировалось. Тихонова и Шашкову снимали в разные дни. Но актеры так прониклись задачей, что приехали поддержать друг друга в свои выходные. Я влюблена была в тот момент, когда он сидел напротив меня. Встали и разошлись. Ну, в принципе, в жизни на концертах он меня встречал очень приятными словами. Это самая любимая моя жена. Я понимала, что это образ созданный, идеальный образ жены. Главное требование к жене-разведчика было одно – подчеркнуть его высокий моральный облик. Это Джейнсу Бонду подсовывают каких-то шпионок с крепким телом и так далее. А здесь именно должна быть вот такая высокоморальная внешность воспитательница детского сада. Идеального мужчину для всех женщин страны Татьяна Леознова создавала как для себя. Вот как галлюцинация была. Что это такое? С небес спустился такой. Поэтому вариантов не было. После роли Штирлица Тихонова страстно полюбит каждая советская женщина. И не только. С ним просто так нельзя было ходить, потому что его знал каждый кот. Ворона на дереве она узнавала и кричала «Штирлиц, Штирлиц идет». Только внешности Тихонова было недостаточно. Максим Исаев – еще и самый интеллектуальный советский разведчик. Ведь никому из его предшественников не доставался такой умный противник. Он играет в шахматы с мастерами, с гроссмейстерами. И этот фильм – это схватка умов. Для того, чтобы побеждать врага, нужно знать его идеологию. Не так ли? Больше никакого супергеройства. Теперь советский разведчик не дерется, не уходит от погони, не повышает голос и стреляет всего лишь раз. В остальное время думает. Интересно же наблюдать за Штирлицем. Какой он умный, какой он замечательный, какой он талантливый. И как эти немецкие все генералы не могут никак его разоблачить. Потому что он говорит без единого акцента. И у него такая биография, что Камарнус неподточный. Это же потрясающе. Ты глядишь, смотришь на него и гордишься Штирлицем. Национальной гордостью Штирлица признали даже на самом верху. Награды за образ советского разведчика достались всей съемочной группе. Обязательно, естественно, звание почетное, почетный чекист. Актеры получали особые права для ГАИ, без права проверки. Хорошую роль получить в такой картине, да, это было хлебным делом. Звание главного советского киноразведчика после Максима Максимовича Исаева больше не оспорит никто. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Доблестные рыцари, отважные супергерои, молчаливые интеллектуалы и неотразимые красавцы. Советские киноразведчики не похожи друг на друга, но неизменно в одном. Они триумфально побеждали любого врага. И даже такой соперник, как время, остался невластен над их харизмой и обаянием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok